Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. В публикации «Годком зреет бунт» мы уже рассмотрели точку зрения указанного политического деятеля в эмиграции на события в нашей России. На днях он дал интервью каналу Нью-Рашворд, в котором развил эти свои мысли. Ролик называется «Геннадий Кутков. Ярость выплескивается». И его там легко посмотреть. Напоминаю, я много раз у нас подчеркивал, что в условиях все нарастающей социальной активности подавлять эту активность силой – это даже не тушить пожар бензина, а тушить его наполном. Что с упорством китайских землекопов и делают Путин и компания. Это тем более поражает, что это азбука политологии. Но они упорно эту азбуку игнорируют. В результате в народе зреет все большая ярость и все больше гнев. И ведущий данного канала привел примеры того, как этот гнев уже вовсю начинает выплескиваться в повседневной жизни. Но, понятно, я не буду повторять эти примеры. Они довольно натуралистичны. Желающие их могут просто посмотреть в ролике. То, что рано или поздно все это выплеснется всерьез и выплеснется так, что мало не покажется никому, и прежде всего самому Путину, и его добрым друзьям ясно. Но многим непонятно, почему Путин сам рубит сук, на котором сидит. Но мне это понятно давно. Любому человеку, знающему хотя бы азы, психологии и ясно, что Путин страдает необратимо зашедшим комплексом неполноценности. Напоминаю, у меня об этом есть подробный ролик. Страдает ли Путин комплексом неполноценности? Который я снял еще в октябре 2019 года. Ролик, мягко говоря, не очень качественный. Я тогда только учился работать с Хромакеем, и поэтому я этого ролика несколько стыжусь. Но здесь, думаю, тот самый случай, когда важно, прежде всего, содержание, а не форма. И поэтому ролик будет на конечной заставке. Эту же мысль в данном ролике высказал и Геннадий Якутков. Вот как он об этом сказал. Добавлю, в указанном фрагменте он употребил одно, скажем так, нехорошее слово. Это слово, правда, сложно назвать нецензурным, но, тем не менее, это нехорошее слово. И я его убрал. Поэтому не удивляйтесь небольшой паузе его речи. Нельзя никогда применять силу без нужды. Это крайняя мера. Она не должна применяться никогда несправедливо. И когда применяется сила, она обязательно породит силовое противодействие. Оно может быть очень жестким и совершенно, так сказать, разрушительным. Наша власть этого не понимает. Они считают, что и народ задает, что Советский Союз слабаки, что если бы там ввели танки, ввели войска, ничего бы не было. Мы не будем такими слабаками. Путин считает самым позорным, чтобы его кто-то назвал слабаком. У него этот, так сказать, комплекс, видимо, неизжитый юношеской неполноценности. Так в нем сидит глубоко. И поэтому они готовы применять силу бездумно, безнравственно, аморально, беспринципно, бессовестно и совершенно несправедливо. Это рано или поздно породит силовую реакцию в обществе. Обязательно. Здесь только нужно добавить, что у Путина непросто, неизжитый комплекс, юношеская неполноценность, как сказал Гудков. А этот комплекс у него прогрессировал и усугублялся всю жизнь. Напомню некоторые свои мысли из указанного ролика 2019 года. Комплекс неполноценности может проявляться двояка. Он либо порождает, скажем так, излишнюю скромность. Человек искренне верящий, что окружающие выше, сильнее, умнее и так далее его. Начинает вести уединенный образ жизни. Старается меньше бывать на людях и вообще быть как можно незаметнее. Либо все ровно наоборот. Он старается этот комплекс от всех скрыть. И прежде всего он старается его скрыть от самого себя. Он иррационально старается доказать всем и прежде всего самому себе, что он, как сейчас принято говорить, крутой. И вот это, извиняюсь, из Владимира Путина просто прет. Именно поэтому он у нас еще недавно летал на истребителе, плавал на подгодной лодке, спускался на дно морской батискафе. И список этих его крутых мероприятий можно продолжить. И я уже тогда предупредил в указанном ролике, что заложниками этой ее псевдокрутизны оказались мы все. Он именно поэтому и рассорился со всем миром, поскольку он просто не может, как говорят в народе, на каждом шагу не выделываться. Главная причина экономических проблем нашей страны одна. В нашу страну просто никто не хочет вкладывать деньги. Это при том, что экономический потенциал России куда выше экономического потенциала Китая. И причина, почему Китай получил колоссальнейшие инвестиции, а Россия, имея намного большие природные ресурсы, чем Китай, напротив, имеет не менее колоссальнейшее бегство капитала во страны, только одна. И эта причина ни разу не экономическая, а она только психологическая. И ее можно сформулировать так. Дэн Сиопину в свое время даже в голову не приходило выделываться перед мировыми лидерами. И не приходило ему эту в голову, поскольку он не страдал, в отличие от Путина, комплексом неполноценности. И, к сожалению, народ в нашей стране в свое время принял этот комплекс неполноценности Путина за силу воли. И пока у нашей страны были нефтедоллары, несложно было поверить, что Путин сильный руководитель. Но теперь нефтедолларов нет. А сила, в кавычках, Путина становится очевидной на каждом шагу. Путин не только не сильный, а откровенно слабый. И, что еще хуже, откровенно трусливый человек. Кстати, сегодня его трусость проявляется наглядно, и она проявляется более того откровенно забавно. Проявляется в том, как он буквально поселился в бункере. В народе ведь не случайно, все громче звучит вопрос. Он вообще когда-нибудь из погреба выйдет? И все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Не знаю, прав ли Валерий Соловей, когда утверждает, что Путин активно готовит транзит власти и оставит пост главы государства уже в будущем году, передав его Мишустин. А Мишустин, в свою очередь, прекратит политику противопоставления России всему миру и начнет новую оттепель. Но это действительно был бы выход. В противном случае, все зреющий народный гнев действительно способен проявить себя непредсказуемо. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok